Ну что, сегодня у нас очередное видео из серии расхламления, разбор гардероба и сегодня у нас обувь. Ну, что вам сказать? Любите ли вы обувь, как люблю её я? Наверное, нет. Я не знаю, кто больше любит обувь, чем я, у кого вообще её в таких же количествах много, как у меня. Я давно тоже руки не доходили для того, чтобы вот влезть и выгрести всё, что уже давно не носится и давно не очень модно, не очень актуально, слишком высокий каблук. В общем, вот такие вот критерии. Я очень люблю каблук, просто всегда хожу на каблуках, но последние несколько лет я как-то поменяла свою... Ну, в общем, я ношу каблуки, но не такие высокие, не то возраст, не то мода поменялась, не то что. В общем, думаю, что всё вместе и очень-очень высокие каблуки как-то у меня сейчас не в ходу. Я, конечно, не дошла ещё до такой степени свободы от самой себя, чтобы ходить в кроссовках всё время. Ну, как бы по случаю, конечно, но в принципе, вот вы знаете мой стиль, я всегда в юбках, всегда в платьях. В общем, как-то... Да, сейчас носят платья и юбки с кроссовками, и мне это очень нравится на ком-то, но не нравится на мне. Ну, вот не нравится. Я как-то... Ну, не знаю, тип моей фигуры, рост, возраст, как-то я на каблуках выгляжу куда более интересно, симпатично. Так мне кажется. Вот. А кроссовки и прочие сникерсы меня как-то так... Вот. Ну, конечно, когда я выхожу на улицу пройтись, там погулять и так далее, то я, конечно, не на каблуках хожу, вы понимаете, да. Вот. Значит, я сходила в свои закрома и принесла такую коробочку с обувью, коробочку такую, вот, которую сейчас вам буду показывать и рассказать, почему я от них избавляюсь и почему они мне не нравятся, надоели и так далее. Так. Будем смотреть. Ну, вот она, коробчонка. Такая... Ну, не то чтобы очень большая, но не такая уж и маленькая. Но дело в том, что, знаете, я не всё ещё. Я у меня там ещё осталась. Это как бы начало. Я не знаю, когда это всё закончится, но я рада, что у меня есть время заниматься этим. С одной стороны рада, с другой стороны не рада, потому что уже этого времени уже так много, что уже хочется, чтобы его снова не было, чтобы мы снова стали заняты, и чтобы мы снова бегали, как ненормальные, и жаловались на то, как мы заняты, как мы заняты, как у нас ни на что не хватает времени. Хочется. Вот. Я даже, знаете, вам скажу, что я раз в неделю хожу на работу. Вообще я работаю дома, но раз в неделю я хожу на работу, мне там нужно, ну, по нашим делам распечатать чертежи и там кое-что ещё. И, в общем, я, приходя в свой офис, который я раньше как бы ходил как на Голгофу, если честно, каждое утро, а сейчас я раз в неделю приезжаю туда, и я так скучаю, в общем, и мне хочется уже скорее туда вернуться, но... Да, всё, хватит болтать, давайте перейдём к обуви, и я вам буду показывать по очереди, и, может быть, потом померю, и, может быть, покажу, что к чему и как. Всё, давайте смотри. Так, первые у меня идут... Ой, потом надо будет хорошо помыть руки после всего этого. Первые у меня идут босоножки, шлёпанцы. Как же их держать, чтобы не перепачкаться? Наверное, буду вам показывать одну. Значит, шлёпанцы такие, знаете, на перепонках. Никогда не показывала обувь, и мне как-то... Вот такие. Каблук у них не страшный, и, в принципе, они не фирмы Ральфлора. Что в них плохо? Страшно неустойчивое. Значит, я ношу шлёпанцы вот такие вот, без задника, без ничего, но они... У них вот это вот... Вот это вот место... Ну, конечно, они же летние, понимаете? Они настолько скользкие вот здесь вот, что... Фактически они на ноге не держатся. То есть я... Они красивые такие, жёлтенькие, всё прекрасно в них и замечательно, но они просто... Я в них падаю, потому что они падают у меня с ноги, и, ну, в общем, в них просто опасно ходить. На самом деле я как-то пару раз... Не пару, один раз я так почти что навернула с них и решила, что всё. И на пацанах, я как бы... Мои ноги, кости и моё здоровье мне дороже, чем любая красивая жёлтого цвета обувь. Я решила от них избавиться. Я вам потом покажу, как они... А на ноги они посмотрятся красиво. Ну, в общем, первая пара. Вторые туфли. Это туфли фирмы ГЭС. Значит, как вы видите, каблук. Видно? Вот такой. И небольшая такая вот эта вот платформа здесь, которая, по-моему, уже не очень актуальна, но даже дело не в этом. Да, тут всё такое в клёпочках. Видите, они... Честно говоря, каблук. Вот такой вот огромный каблук. Тонкий, неустойчивый. Вообще, туфли ГЭС, они довольно неудобные. Я их купила, постилась на то, что они такие вот с заклёпками, каблучища такой. Купила их тогда, когда ещё носила изо всех сил вот такие высочайные каблуки. Ну и, в общем, нет. Я, наверное, их... Они, видите, почти новые. Совершенно. Я их несколько раз надевала, но они настолько неудобные, что в них просто вот... Ну, совершенно... Нет. Невозможно. Дальше идут босроножки. Тоже ГЭС. Видите, у них вот это вот всё вот брендовое, ГЭСовский, их брендовый знак. Вот. Тоже у них каблук, на самом деле, не очень большой. Ну, мне кажется, они как-то уже не очень модные. Вот эта вот анкеточка небольшая такая, и наборный каблучок, и вот это вот как-то... Не знаю. Открытый носик. Не очень актуальны они, по-моему. Такие какие-то никакие. Я не знаю. Достаточно твёрдая ткань. Так, знаете, не очень... Не очень в них удобно, и ходить в них неудобно, и, в общем, ничего в них нет хорошего. Я решила, что прошло время расстаться со мной и мне с ними. Следующая туфля. Это вот такая вот зелёная... Извиняюсь, но там у них паутина. Потому что они лежат давно у меня. Я их давно не носила. Зелёные туфли. Здесь такой вот бантик на них. Видите? Замшевая, настоящая кожа. Каблук тоже не очень высокий. Ну, не знаю. Что-то они мне... Бренд какой-то я даже не знаю. Они просто надоели. Если честно, я их долго очень носила. Давно. И вот этот бантик как-то весь скукожился, скомячился. Стал какой-то вид такой неаккуратный у них. В общем, наверное, я избавлюсь от них. Хотя, в принципе, туфли неплохие. Довольно удобные. Ну, как бы... Тоже морально устарели. Просто мне надоели уже. Так, следующее. Это очередная моя ошибка молодости. Вы знаете, что они, видите, они сделаны из такого... Как это показать мне? Как будто бы гипюр или что-то такое. В общем, из ткани на самом деле. Босоножки. Каблук. Платформа. Чистейший. Ни разу не надевал. Польстилась на красоту неземную. Наверное, были на селе. Видимо, были недорогие. Между прочим, made in Italy. Итальянский. Сделан в Италии. Но я в них не могу вообще даже стоять. Я их пару раз пыталась надеть на какое-то мероприятие. Типа Christmas party. Там еще что-то такое. Но надевши их и походивши в них дома в течение там пяти минут туда-сюда, я поняла, что это будет не партия, а муки. Муки мученические. Я, в общем, ни разу их так и не надела, потому что они страшно неудобные. Огромный каблук, высоченный. Тоже что-то падает у меня с ног. Как-то они держатся у меня на ноге. В общем, избавляюсь. Следующие босоножки. Вы, наверное, все знаете. У всех, наверное, были такие босоножки. Купленные тоже когда-то в свое время, когда это было модно. Я таки, да, их носила. И, в принципе, довольно много носила. Знаете, с джинсами, с брюками какими-то. Ну, по-моему, они уже очень-очень сильно вышли из моды. Очень-очень сильно морально устарели. Вот этот пробковый каблук и пробковая вот эта вот танкетка подошла. А совершенно, ну, никак. Никак, никак уже, по-моему. Может быть, это когда-нибудь еще вернется в моду. И даже, возможно, это вернется в моду очень скоро. Но я тогда себе новые куплю такие. Не буду я их ждать. И потом они, мне кажется, немножко великоваты. Тоже падают у меня с ноги. И не очень мне в них удобно. Поэтому, в принципе, вот решила тоже избавиться. Сейчас у меня пошли ботинки-сапоги. Собственно говоря, только три пары у меня здесь. Значит, одни ботинки замшевые черные. Ну, они достаточно, ну, вот классические замшевые черные ботинки. Но посмотрите, опять же, на этот каблук. И вот это вот, знаете, было модно. Вот эта скрытая танкетка. То есть, здесь, в принципе, идет танкетка. Но она как бы не видна, она скрыта. Но сейчас как-то это уже, по-моему, не очень актуально. И, ну, и вот, кроме всего прочего, вот этот каблучища я уже не в состоянии. Если честно, я не могу уже в таком ходить. Ломать ноги свои. Вот. Нет здоровья у меня на такие каблуки. Поэтому тоже уходят. Следующие это сапоги. Такого же плана, как предыдущие ботинки. Только бежевые. Значит, хорошие кожаные сапоги. На самом деле, я их носила. Носила не очень много. Но носила. Тоже кожаные. Тоже made in Italy, между прочим. Но та же история. Вот этот вот огромный каблучища. И вот эта вот скрытая танкетка, которая сейчас не очень в моде уже. И, в общем, как-то... Ну, исчерпали они свое время. И сжили себя. И опять же, если это вернется в моду, то мы новые купим. За нами не заржавеет. Главное, чтобы нас из дома выпустили. И последние ботиночки. Я даже не знаю, что про них сказать. Во-первых, так. Вот эта немодная танкетка сейчас. Они такие, знаете, у них такая высота. У меня у них ноги в два раза короче, чем они у меня на самом деле. У меня не такие уж длинные ноги. Но в этих ботинках они у меня просто вообще вот... Они вот так вот меня отрезают. Вот здесь вот, там, где корточка, знаете. И, в общем... Да. Ну и какие-то они такие никакие. В общем, не знаю. Решила я от них избавиться. Потому что, не знаю, не нравятся они. Не цвет этот, не танкетка. Не то, как они на мне сидят. И, в общем, просто так стоят. Снимают место в шкафу. Вот. Я на их место что-нибудь другое лучше поставлю. Более насибельное. Вот. Ну, в общем... Вот такой у меня набор сегодня. Набор, от которого я избавляюсь. Это моя обувь, которая мне уже как бы не нравится. Или не модная. Или мне надоело. Или каблук слишком высокий. В общем, или они мне не подходят. Всё. Надеюсь, что вам было интересно. Надеюсь, что вам понравилось. Если вам понравилось, ставьте лайк. И подписывайтесь на мой канал. Очень буду рада вас видеть в моем следующем видео. Всего доброго. Люблю, целую. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok